всем тактический привет дорогие друзья с вами Егор Избегич Воршоп и мы начинаем серию из пяти роликов которые будут ориентированы на новичков то есть для тех кто только пришел в страйкбол и хочет понять что собственно из себя представляет страйкбольная пневматика страйкбольное оружие как с ним обращаться как его тюнинговать в общем самая базовая база для того чтобы вы когда вошли в это хобби не разочаровались в этом хобби не тратили лишних денег зря и вообще понимали что куда к чему идет итак пойдем самый первый ролик будет посвящен непосредственно выбору своего первого страйкбольного оружия и начну я с какой-нибудь самой базовой модели я возьму вот такой вот м-модель м-серии от арктурус в нейлоне одна из наших самых любимых пушек начну с того а что же такое собственно страйкбольное оружие страйкбольное оружие это есть не что иное как легкая пневматика дульная энергия которого составляет 3 джоуля на него еще слава богу пока не нужно иметь никакого специального разрешения с ним можно играть с ним можно играть на открытых полигонах закрытых полигонах в общем весело проводить время но мы в принципе склонны считать и думать что страйкбольное оружие таковым не является то есть на самом деле это модель оружия модель которая копирует так или иначе оригинал либо совершенно выдумано точно из головы но это игрушка то есть стоит держать в голове что это не настоящее оружие а именно модель оружия но тем не менее это оружие поэтому обращаться с ним нужно соответственно и так как же выбрать свою первую пушку довольно таки просто вы заходите в магазин и смотрите глазами что же вам приглянется возможно вам приглянется вот такая вот эмочка возможно вам будет к сердцу близко что называется светлая сторона может быть может быть вы хотите быть четким оператором быть быстрым все кубе и возьмете mp5 серию может быть может быть для вас выйти себя таким тактикульным оператором с винтовка типа винтореза или же или же настоящим пулеметчиком да вот на примере данного привода ну и конечно же куда без супер мега тактикульных современных красивых решений виде вот такой вот 416 от эсткрейна как видите моделей очень много сломать голову довольно таки легко но главное что стоит держать в голове и это речь идет о своем первом приводе то что вам он должен нравиться в первую очередь самое важное чтобы вам привод нравился если рука к нему потянулась значит скорее всего это ваше и уже потом нужно обращать на все остальные параметры том числе и тактически вторая вещь которую нужно знать когда вы покупаете свой первый страйкбольный привод это собственно для чего вы его покупаете здесь есть два варианта либо это для полочки либо это для игры для полочки все довольно просто модель есть вы вы подсоединили аккумулятор она делает пиу-пиу в принципе этого достаточно если же вы покупаете привод для игры то здесь все немножечко сложнее самый идеальный вариант если вам дают возможность права выбора то есть вы пришли в магазин и попросили принести вам несколько экземпляров, для того, чтобы вы каждый могли повертеть в руках. Возможно, какой-то будет недостаточно хорошо сбит, или, возможно, на каком-то что-то возьмет да и отвалится. Такое, в принципе, очень реально, потому что, еще раз говорю, мы имеем дело с моделями, которые собирались не по стандартам заводского оружия. Это игрушки. Ну и второй очень классный хороший критерий – это возможность произвести отстрел в магазине. Не постесняйтесь и попросите подсоединить аккумулятор, снарядить магазинчик, зарядить его и, полностью зажав гашетку, выпустить магазин. В идеале магазин должен полностью разрядиться, не должно быть никаких пропусков, проблем с примыканием, отмыканием, переключатель огня в лице одиночки автоматической блокировки должен работать четко. В принципе, если выбранная вами модель данным параметром отвечает, то смело можете ее забирать из магазина и становиться счастливым обладателем страйкбольного привода и называть себя страйкболистом. И в завершении первого видео я вам скажу, что же еще следует докупить. Обязательно следует докупить шарики, аккумулятор, хорошую зарядку и чехол. Это те аксессуары или первый тюнинг, который вы должны сделать. Что касается чехла, все довольно просто. Покупайте по фасону, по функционалу, по цене. Самое главное, чтобы оружие влезало в чехол. Это правило номер один. Ну, первое время, конечно, можно пользоваться и коробкой. Вторая важная вещь, на которой абсолютно точно не стоит экономить – это зарядное устройство. У меня сейчас в руках универсальное зарядное устройство, которое может заряжать практически все виды аккумуляторов, начиная от 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов для машины и заканчивая литий-ионными, литиополимерными аккумуляторами для страйкбольных автоматов, моделей дронов и т.д. Не скупитесь и купите данное хорошее зарядное устройство. В следующих видео я вам расскажу почему. Модель называется IMAX B6AC. Очень популярная и достаточно доступная вещь. Критерии же по аккумуляторам на данном этапе должен быть довольно простой. Аккумулятор должен влезать в привод и он должен иметь достаточно высокий объем и высокую токоотдачу. Ну, возможно, вы не знаете, что это такое, поэтому все, что нужно держать в голове – это то, что аккумулятор должен влезать в привод. И это все надо, чтобы происходило довольно-таки легко. Желательно иметь два аккумулятора. Ну, собственно, и все, мои дорогие тактические друзья. Первое видео считаю достаточным, а во втором видео мы с вами рассмотрим наш самый первый тюнинг.